На самом деле самым лучшим решением для сегодняшнего эфира я считал бы вот что. Куда-нибудь спрятаться в уголок, забиться и не отсвечивать. Все эфирное время отдать вам, чтобы вы пели, танцевали, читали стихи или просто молча смотрели в камеру, а зритель сам бы все читал в ваших глазах. На страданиях мне не осталось времени никакого. Надо говорить толково, писать толково про турецкого, гороховского, кабакова и учиться фотографируя глазея. Различать пестроту и цветность, песок и охру. Где-то хохотну, где-то выдохну или охну. Вероятно, когда я вдруг коротну и сдохну, меня втиснут в зеленый зал моего музея. Пусть мне нечего сообщить этим стенам, им есть что поведать через меня. И, пожалуй, минус этой страстной любви к работе в том, что взаимность съест меня целиком, поскольку тут элитарно. Да, сдавай я и норму, и все избытки, и все излишки. Мне надо давать концерты и делать книжки. И на каждой улице по мальчишке, пропадающему бездарно. Что-то стихов, дело пахнет чем-то алкоголическим. Я себя угроблю таким количеством, то-то праздник будет отдельным личностям, возмущенным моим расшатыванием основ. Что же вам слышно там на такой-то кошмарной громкости? Я ж вас место для этой хрупкости, этой ломкости, и куда вы сдаете пустые емкости из-под всех этих крепких слов? То, что эта зависимость, вряд ли большая новость. Ни отсутствие интернета, ни труд, ни совесть не излечит от жажды, да всякой рифмы, то есть ты же одна, как бешеная волчица. Тот, кто вмазался раз, приходит за новой дозой, первый ряд глядит на меня с угрозой, что до прозы я не умею. Прозой, правда, скоро, думаю, научиться. Проза. Закончили на прозе. Творение точно еще закончим в конце, но вот спросить хотел. Первая книга была «Непоймание. Чистая поэзия». Вторая была синтезом таким. Ольга Паволга, Паволга, Паволга. И там был синтез с фото. Третья будет прозой? Третья будет прозой, да, если все получится. Я очень хочу в это верить. Обещали научиться, научились? Учусь. Не могу сказать, что научилась, но стараюсь учиться. Я думаю, что никто не может сказать, что он научился до самой последней своей книжки. Но все это в процессе? Да. Окей. А как происходила с первой книгой, я знаю. Александр Житинский. Чудный человек, который долго за вами гонялся, и наконец это произошло. Да. Вторая была уже легче? Она была не с ним, я знаю. Вторая, да. Вторая была продуманней концептуально. Мы ее долго решали, в смысле художественном. И подбирали фотографии, и выбирали тексты, и придумывали, как бы ее так подать получше. И делали макет, и переделывали, и делали обложку вместе. Но она была по любви. Вот я люблю говорить, что это книжка по любви, потому что первая была скорее таким вынужденным актом. Потому что я приехала, он мне показал сигнальный экземпляр книжки, я отказывалась очень долго. Я прикал сигнальный экземпляр книжки с фотографией на обложке, которую мой друг сделал едва ли не мобильным телефоном при выходе из бара, а такое наполовину лицо. Какое-то название странное, какой-то состав текстов, какая-то верстка, которая просто повергает в шоковое состояние. Я сказала так, все прекрасная книжка, только другие тексты, другое название, другая обложка и другая верстка. И все это я делаю сама. Вот сейчас, возможно, она переиздастся наконец, потому что она пропала еще там полгода назад из всех магазинов. И люди уже так мелкой ножовкой начинают. Вера, ну не знаю, лично мне, если говорить о стихах, вообще пофиг. Верстка, обложка, стихи. Главное, что там есть стихи. Другое дело, что автор, конечно, может сказать, ну это не то, что я хотел бы, чтобы там было. Всегда хочется, чтобы просто это достойно выглядело. Не потому, что ты отвечаешь за все перед читателем. Если у тебя плохо сверстана книжка, если она на плохой бумаге, если там что-то не так с тиражом, то это ты виноват, конечно. Не издательство, которое ее выпустило, а ты не доглядел и не уследил, не всем хватило там и так далее. Даже дело не в этом, не в ответственности, а в том, что, ну, тебе хочется, чтобы... Это имело какой-то адекватный, да, вид, поскольку все это не просто тебе давалось в свое время, поэтому хочется, чтобы это просто, ну, не спустили как-то так на тормозах, не дали любви этим текстам. А точно ли кроме автора это кому-то надо? Не уверена. Думаю, что автор в самой большей степени. Ну вот упреки какие-нибудь были хоть раз? В чем конкретно? А вот в том, что книга нехорошо выглядит? Или то, что там не та фотография? Ну, в этом смысле есть прекрасная история. В обе мои книжки верстал мой близкий друг. В смысле обложки, решал обложку. И на первой фотографии, сделанной в Одессе под ржавым пирсом моей подругой Настей Чужой, когда мы там отдыхали, и таким розовым, ядреным розовым шрифтом написано, что книга называется «Непоймание». И все задавали мне вопрос, а я переадресовывала Лёше, что что же это такое, похоже на какую-то эмо-культуру. И главное, так и выглядит, и так и подается, и очень странно. Он говорит, вы знаете, вот... А, про бриллиантовую руку он рассказывал. Никто не знает, зачем в конце этот взрыв. Вот он как-то так, вот фильм и фильм, бац, в конце взрыв, и все говорят, слушай, зачем тебе это в конце этот взрыв? А никаких претензий по содержанию, по диалогам, по музыке, и по подбору актеров уже ни у кого не остается. Пусть лучше они спрашивают, зачем тебе розовое название, чем зачем вот этот текст здесь, и как ты вообще такие незрелые штуки печатаешь, и так далее. Пусть буксуют на названии. Супер. Отвлекли внимание, и есть на что обратить. Окей. Это только маленькая часть книги. Ну, вы ведь тоже писали прозу и прежде, если иметь в виду «Космополитен», если иметь в виду... Я же же 7 лет в виду. Да. Там очень много всяких разных коротких и длинных штук прозаических. Насколько я прав, первая вещь, которую я перечитывал, были... Вот человек, вот судьба, в основном женщины. Вы писали о них. В последнее время у вас появляется все от первого имени от себя. Вы перестали записывать истории и стали писать о себе. Что касается статей? Да. Там был просто такой формат. Рубрика называлась «Непростая история», и была она посвящена женщинам, которые прошли какой-то ад в жизни и сумели после него выжить и восстановиться. Поэтому сам формат этой рубрики был очень строг, и в конце концов я в какой-то момент поняла, что я вообще не хочу никакой своей речи там. Что все истории должны быть от первого лица рассказаны. Я просто должна как-то, как хороший режиссер, сработать, смонтировать правильно, и чтобы это выглядело хорошо. Правильно, честно. Вот. И просто я, к сожалению, я бы и дальше этим занималась. Просто это отнимает огромную кучу времени. Я думаю. И это очень непростая работа. Они мне до сих пор говорят, что, пожалуй, я был одним из самых адекватных авторов этой рубрики. Там есть очень тонкая грань, есть большой соблазн впасть в пафос и начать говорить такими с большой буквы, как я выходила из этого ужаса. Там действительно истории довольно страшные. И есть все это спустить на такую веселенько-глянцевую историю, что, типа, девочки, все фигня, главное хорошо выглядеть, не отчаиваться там и так далее. И мне как-то удавалось балансировать на этой грани, при том, что это совсем дикая рубрика для глянцевого журнала, продающего тюбики и белье. И мы все очень бились за то, чтобы она была человеческой и с человеческим лицом. И, кажется, в тот год, когда я за нее отвечала, у нас это получалось. Может быть, я когда-нибудь к ней вернусь. Это невероятно интересный материал. Но это невозможно потом. Ты потом день болеешь после того, как ты это узнаешь. Вот женщина приходит к тебе, дивная, красивая, тонкая, хрупкая женщина, начинает рассказывать, как она пять лет терпела какие-то ужасные побои, пыталась жаловаться, доподавала заявления, их потом отзывали или выбрасывали, потому что человек был со связями. Ну, то есть потом уходишь совершенно больной. Ты не знаешь даже, как писать об этом, потому что дети пострадали там, все. Вот. От количества несправедливости мировой тебя начинает. Причем списываются моментально, вот обнуляются все твои проблемы. Вот чем бы ты ни пришел на это интервью, даже если ты находишься на дне, ты выходишь и думаешь, господи, да я как бы это цинично и кощунственно не звучало, я счастливейший вообще из смертных, у меня нет проблем и никогда не было. И тем не менее последняя там была любовный четырехугольник. Это ведь уже, да, и там была от первого лица, там была от вас. Это была самая, кстати, первая статья моя в Космо, наоборот. Она была первая, да, которую меня попросили написать, которая лишила меня в свое время четырех моих близких друзей. Они перестали со мной общаться все. Тот самый четырехугольник? Фантастика. Написано великолепно. Тогда вы должны лишиться всего и вся, потому что у вас в каждом стихотворении от лица кого-то, это настолько у вас внутри, что тот же Александр Житинский, например, прочит вам после прозы сцену. Артисткой обойдите? Я немножко уже, несмотря на всю наглость этого заявления. Мы же играем год, да, мы играем год импровизационный спектакль, который абсолютная, святая, идиотская, безумная...